Его святейшество, патриарх московский и всея Руси, Кирилл. Ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, Дорогой Сергей Семенович, сегодня для вас особенный день. В честных и открытых выборах вы одержали победу. Это значит, что большинство москвичей именно вас хотят видеть своим мэром. С вами, с вашей командой, с вашей программой связывают развитие нашего города. Вот когда сегодня утром я был в Санкт-Петербурге в связи с празднованием Дня Александра Невского, великого нашего государственного деятеля и святого, то некоторые люди, узнав, что я отправляюсь в Москву, давали мне наказы. Что я должен вам сказать? И я спросил их, ну а вам-то какое дело? Ведь все-таки мэр-то города Москвы. Ответ был очень интересный. Москва задает тон. А это действительно так. Столица задает тон. И все то, что происходит в городе, имеет отношение ко всей стране. И из тех всех наказов, которые я услышал, все сейчас было перечислено в вашем слове. Более того, мы внимательно следили за вашими выступлениями в период предвыборной кампании. И приятно было осознавать, что вы действительно знаете болезненные, трудные проблемы горожан. И предлагаете очень разумные, реалистические пути их решения. Поэтому я никаких наказов вам передавать не буду. Но я хотел бы только об одном сказать. В своем выступлении вы отметили, что город должен быть открытым и добрым. А доброта – это нематериальная категория. А мэр каждый день занимается текучкой. И в первую очередь материальными делами. Но вы правильно отметили, что город должен быть добрым. Потому что если не будет добрых перемен в нравственном состоянии нашего общества, у нас ничего не получится. Никакие программы, никакие талантливые менеджеры, никакая технология не сумеет преодолеть кризисных явлений. Потому что все вырастает из человеческой души. И поэтому доброта, как нравственная категория, требует к себе внимания. А значит и заботы. А потому забота о духовной составляющей жизни людей не должна быть на каком-то 25-м месте в вашей повестке дня. Потому что речь идет не о сиюминутных проблемах. Речь идет о будущем города Москвы, а значит и всей России. Я хотел бы от всего сердца пожелать вам успехов и помощи Божией. И поскольку символом нашего замечательного столичного города является изображение святаго-великомученика Георгия Победоносца, я хотел бы вас благословить этим образом. И сказать, что вы вступаете в должность мэра в замечательный день. Я знал, что вы не смотрели в церковные святцы и не знали, что именно сегодня День памяти Александра Невского и его младшего сына Даниила Московского, того самого князя, который маленький город Москву превратил в центр московского княжества, того самого князя, который в эпоху междоусобной борьбы и войны никогда не обнажал своего меча, но который добротой своего сердца, мудростью и к сильной верой склонял людей к компромиссам, к решению тех задач, которые перед ним стояли. Я вместе с очень многими москвичами считаю символичным тот факт, что именно в этот день вы приняли присягу. И позвольте сейчас вручить вам... Это старинный образ святаго великомученика Георгия Победоносца. Он победил зло. Дай Бог и вам иметь мужество, мудрость и духовную силу, преодолевать трудности, проблемы, неправды в повседневной жизни для того, чтобы утверждать благо для города и для его жителей. Храни вас Господь! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ